Телекомпания «ИВИД» при финансовой поддержке Министерства по делам печати и телерадиообещания представляет. Добрый вечер. Вы смотрите передачу «Жди меня». У нас опять новости и, к счастью, опять хорошие. Итак, мы начинаем. Добрый вечер. Наш телефон 937-99-92. А сейчас давайте дадим слово ГУМу. Здравствуйте. Кого вы ищете? Я ищу своего сына Ольхова Александра Сергеевича. Он 26 апреля этого года демобилизовался из Нарафа-Минска, ВЧ-13-239. И до сих пор не объявился ни к месту жительства в городе, где мы живем, ни к месту призыва в село Стёжки и Тамбовской области. Значит, Саша, если ты меня слышишь, если кто-то знает, где ты находишься, я уже поиски, все, что мог, здесь задействовал в Москве. В данный момент у меня уже кончились средства и нервные силы все. Я сейчас еду к маме в Стёжки. Очень боюсь, чтобы у неё сердце не оборвалось. Обязательно отзовись. Мы тебя ждём. Добрый вечер. Кого вы ищете? Моего брата. Как его зовут? Как его фамилия? Саша Белик Александрович. Что случилось с Сашей Александровичем? Он меня сначала носил... значит, на ручках он меня в приёмный носил, а потом пришла опекун и меня взяла. Вот. Вот. От приёмника. То есть вас от него забрал опекун? Ну, да, потому что у нас мама умерла в 1888 году. Трагически. И вы остались двоём с братом? Ну, да, он только отдельно, а я тоже отдельно. А вы не знаете, где он был? Не знаю. То есть вас просто разлучили по разным детским домам, правильно я понимаю? Ну, да. Я с опекуном, а я не знаю, где он. То есть вы остались с опекуном? Ну, он сейчас 20 лет, а мне 15 лет. То есть он уже совсем взрослый, да? Да. Ну, вы помните братика? Нет, не помню его. Я только хочу его найти. Добрый вечер. Что у вас произошло? Кого вы ищете? Мы ищем своего друга Вильдманова Сергея Алексеевича, 4 сентября 1968 года рождения. Уроженца Рязанской области, Сассовского района. По просьбе его матери мы ищем. Значит, 9 января 2001 года он выехал в город Москву на заработки. Он работает сварщиком. А где именно, мы его не можем найти. Мы бывали во всех строительных компаниях, во многих. Никто не знает, где он. Мать престарелая женщина. И мы просим откликнуться, или тех, кто его знает, чтобы они сказали, где он находится. Не только как друг, мы его как брат воспринимаем. И поэтому мы приехали и искали его. Специально для этого мы здесь приезжаем и ищем вас. Слава Богу, что еще есть такие верные друзья. Кого вы ищете? Здравствуйте. Здравствуйте. Я ищу сына Маслова Алексея Андреевича, 92-го года рождения. 28-го мая этого года он ушел из дома и в настоящее время не вернулся. Может быть, кто-то его видел и вообще друзья не знают о его местонахождении, где он может быть. И все ищем. У меня еще две дочки. И вот сейчас я еще жду одного маленького ребеночка. А где это произошло все? Мы вообще... Я из города Воскресенска, Московской области. Может быть, кто-то его видел или знает о его местонахождении. Пожалуйста, прошу вас сообщить на программу «Ждим меня». Добрый вечер. Кого вы ищете? Я ищу отца сына. В общем, я его вообще не видела. Эта история такая, что войну, мама моя, была угнана в Германию. И они там встретились. Они там поженились и были, пока их, значит, оттуда в 45-м конце или в 46-м начале их вывозили оттуда из Германии. И там они расстались. Его забрали в армию, а маму отправили по месту жительства. Вот. Ну, потом у них была переписка. Он с армией писал. Мама была неграмотная, не могла им отвечать. Родилась я у нее. Вот эту фотографию я сохранила. Его. А он в Германии тоже был угнан в Германию? Да. Был угнан. Они были угнаны. Он с Красноярска сам. А как его фамилия и имя, отчество? Его фамилия Бажанов. Дмитрий. Отчество, не знаю, Дмитрий. С 23-го года рождения. Если он жив. Может, конечно, есть его дети, братья, сестры. Я хочу узнать, как и что встретиться с ними. Я уже сама старушка. Дай бог, чтобы они отозвались, да? Да, так хочу, так хочу с ними встретиться. Да, хоть бы они отозвались. Перед тем, как представить вам нашего гостя, я хочу, чтобы вы посмотрели о нем небольшой сюжет. Пожалуйста, дайте нам сюжет. Каждое утро Николая Николаевича Пескажева начинается одинаково. Он фермер. Своими силами он уже много лет возводит каменный дом. И сам же содержит все свое хозяйство. Корову Николая Николаевича дают молоко, которое славится на всю лобню. У него постоянная клиентура. А вообще за свою жизнь он сменил десяток профессий. От электрика до режиссера. Но главной профессией его был цирк. Николай Николаевич известнейший в 70-е годы эквилибрист на моноцикле. Два трюка, которые он делал, вообще уникальны. Ни один из российских артистов не мог тогда их повторить. А потом... Вот Горбачев в свое время сказал давайте вперед на село. Ну я, так как у меня и мечта была земли и кусок. Ну я и бросился на село. Изучил рынок сбыта, спроса. Мясо, молоко, хлеб. Это первое, что необходимо человеку для жизни. А потом уже все остальное. Любовь, там, семья и так далее. А по натуре вы и друг? Да, причем азартный. В цирке проферанс, бильярд и нарды. Это вот две-три основные игры. В проферанс я очень средненько играл. А больше вот меня устраивала нарда. Это быстротечная игра. Ну и, естественно, спортивный азарт. Ваш друг Рауф, вот как раз, которую украсили найти. Как вы с ним познакомились? И что это за история вообще? Это на Кубе. Я открывал цирковое училище, школу. Производил наборы, преподавал там три года. Ну вот. Шел по улице. Играют два дядечки в нарды. Я подошел. Стоял, смотрел. Когда они закончили, я предложил одному из них, хозяину, дома, ну, сыграть со мной. Вот так вот потом вот эта первая игра растянулась на двух годах. Два года почти каждый день мы играли в нарды. Это вот как раз с Рауфом Георгиевичем, да? Он был переводчиком в сельскохозяйственной группе. И причем классным переводчиком. Вы знаете, при выезде за рубеж человек проявляется во всей своей сути. То есть может накапать или не может. Может гадость сделать или не может. Так вот, Рауф к их числу не принадлежит. Это добрейший души человек. Хотя он дважды или трижды пытался разбить доску от нард на мою голову. Почему? Потому что проировал. Мы играли на пиво. Я могу поскромничать, но могу и не поскромничать. Значит, Рауф Георгиевич проиграл где-то бутылку 375 не пива. Ну, а с условием расплатиться, так как там мы якобы работали за валюту, расплатиться в Союзе. В общем, 22 года назад Николай Николаевич невольно стал кредитором. А мы в первый раз стали искать должника. Вот сегодня Николай Николаевич у нас в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Так сколько в итоге вам задолжал этот человек, которого вы ищете? Ну, я считаю так, если было 375... Бутылок? Да. Так. Я, когда был в гостях у них, по их приглашению и проездам, то мы выпили за 2-3 дня где-то 20-25 бутылок. Так. Другого я не пью, а пиву с удовольствием. Ну, и считаю, если не считать проценты, так, так, то 250. Это сколько в ящиках получается? 200 бутылок это 10 ящиков, да? Еще 150. Да. Ну, это много, да. Да, Ну, хотя бы часть. Это вы, что, так пиво любите, да? После Кубы, да. Там великолепное пиво. И причем они не пьют теплое, а пьют холодное. И с того времени я начал курить крепкие сигареты и хороший пиво. Но вы же ищите-то его не из-за пива, наверное. Вы знаете, меня привела сюда одна единственная цель. меркантильная. Хотя бы бутылку с него взять. Николай, 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 как вы думаете, где его нужно искать? Не могу ничего сказать. Я звонил по двум телефонам, которые у них были, да? Так. Никто не отвечал. Это куда вы звонили? В Ереван. В Ереван. Да. Значит, я полагаю, что или, так как он был действительно великолепный специалист-переводчик, или они купили новую квартиру и переехали. Так. И меня не поставили в известность. Да. Ну, конечно, отдавать 30-50 бутылок. Действительно. Или он продолжает работать за рубежом. Повторяю, он великолепный переводчик. Это две версии. Вы знаете, я вам хочу сказать, что мы его нашли. И на самом деле, он уже 8 лет живет в Канаде. Он и сейчас в Канаде. Понимаете, мы привезти его ну уж никак не успевали. И мы думали, как вас связать. Меня в Канаде. Как? Вас, да. Вас связать с ним. Чтобы хотя бы вы напомнили ему о долге. Чтобы он про это не забывал. Ну, вы здесь, он в Монреале. Как связать? И вы знаете, впервые мы хотим попробовать. Попробовать. Я не знаю, что у нас из этого получится. Действительно не знаю. Потому что это первый раз. Мы хотим вас связать через интернет. Нам в этом помогает Академия информатизации Канады. Если получится, это для нашей передачи это будет революция. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Николай Николай, как вы понимаете, это первый опыт и картинка может быть не очень хорошая. Но зато это происходит вот сию же секунду в данный момент. Он, он, кстати, не знает, кто его ищет. Так что вы ничего не говорите пока. Хорошо? А то он испугается 350 и отключится, знаете. давайте попробуем, да, Николай Николаевич? Я с удовольствием хотел бы его увидеть. Теперь вы помолчите, чтобы он ваш голос не узнал. Хорошо. Монреаль, Монреаль, вы нас видите? Мы вас видим и слышим. Добрый вечер. Очень приятно, что вы нас видите и слышите. Ну, приятно видеть вас и слышать. Рауф. Да, я вас слушаю. Я очень рад, что нам удалось впервые вот так мы пробуем связаться с Монреалем через интернет. Мы вас видим, конечно, как вы понимаете, с небольшой задержкой картинки, но 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 улыбку вашу я разбираю там на этой картинке. мы находимся в Москве в Останкино. Это передача «Жди меня». Да-да, я знаю. Знаете, да? Уже знаю, да. Может быть, вы даже догадываетесь, кто может вас искать? Ну, у меня на Кубе было очень много друзей. Вообще у меня было очень много друзей. Так. И лет... Я понял, что прошло лет 30, а то может 25-30. Ну, очень трудно сейчас определить, кто. Но после какого-то аналитика... Рауф, Рауф, вот один из ваших друзей, который вас ищет, недавно был на рыбалке, и мы это сняли. Мы вам сейчас покажем сюжет, а вы постарайтесь его узнать. Хорошо? Хорошо. 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 Потому что ... ... hastício Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Потому что они очень любили друг друга и уважались Субтитры подогнал «Симон» Это правда, он о вас очень хорошо говорит, но это не единственная цель его Субтитры подогнал «Симон» Наверное, он ждет, чтобы я его пригласил, но он реально Но это может быть, я не знаю, про это он не говорил Но вам ничего не напоминает цифра 375? Это бутынок пива СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Рауф, Николай Николаевич... Это я его проиграл Да, да Он это нам сказал Вот это он нам сказал Рауф, он сейчас у нас в студии И сейчас мы вам его, во-первых, покажем Во-вторых, он вам сам все скажет Николай Николаевич, вот там камера Вот та камера, маленькая, видите, вот Да, вижу Вот Он меня уже слышит Да, думаю, да Рауф, Георгиевич Я вижу, вижу тебя КОМОЕСТАВ, ЧИКО? ЭСТОЙ БЕН, ОМРЕ, И ТУ КОМОЕСТАВ? АМУЙ МАЛЬ САБАС ПОРКЕ? ПОРКЕ? ЭН ЭСПАНЬОЛ, НУ ПОЙДО ЭН ТОНСЕС ЭН РУССО ЧТОБЫ НИКТО НЕ ЗАВИДОВАЛ ЧТО? ЧТОБЫ НИКТО НЕ ЗАВИДОВАЛ ГОВОРИ ПЛОХО ЧТОБЫ МОИ ДЕЛА ПЛОХИЕ ПОТОМУ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ ЗАВИДОВАЛ ПОНЯТНО ПЕРЕВЕДИ НА ИСПАНСКИЙ А У МЕНЯ ПИЛА ХАРОШО ИДУТ, ПУСКАЯ ЗАВИДУЮТ ДОРОГОЙ НИКОЛАЙ РАД ТЕБЯ ВИДЕТЬ И ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ НАШУ ВСТРЕЧУ Я ПРИВЕЗ НАРДЫ У ТЕБЯ ПОД РУКОЙ НАРДЫ ЕСТЬ? ЕСТЬ, ЕСТЬ ТАК Я ХОЧУ ВЫПИТЬ ЕЩЕ И КАНАДСКОЕ ПИВО КРОМЕ КУБИНСКОГО Ну ПОДЕЖАЙ, БУДУТ ТЕБЯ ЗАСИ НАРДЫ, И ПИВО БУДЕТ, И ШАШЛЫК БУДЕТ ЭТО КАГДА? ХОТ ЗАВТРА КАКИМ ОБРАСО? РАУФ, РАУФ, Я ВАМ ХОЧУ СКАЗАТЬ РАУФ, ПОДОЖДИТЕ АКАДЕМИЯ, ВОТ ЭТО, КАНАДСКАЯ, КАНАДСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОДАРИЛА ВАМ ДВА АДРЕСА, ЭЛЕКТРОННЫХ АДРЕСА, ДЛЯ ТОБЫ ВЫ КРУГЛЫЕ СУТКИ ИГРАЛИ В НАРДЫ ПОСЛЕ ПРОГРАММЫ Я ВАМ ОТДАМ ЭТИ АДРЕСА АПЛОДИСМЕНТЫ А РАУФУ УЖЕ ТАМ ОТДАЮТ, ТАКТО ВСЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО НИКАТИХ ТЕЛЕФОНОВ ВАМ НЕ НУЖНО РАУФ, В БЛИЖАЙШИЕ 20 ЛЕТ МЫ ИГРАЕМ В НАРДЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вот теперь у нас на связи телеканал Интер и наши коллеги Жанна Тихонова и Анатолий Бондаренко Киев, добрый вечер Добрый вечер, Москва Удивительно, насколько у нас добродушные люди ну просто большие дети Добрый вечер, Москва, добрый вечер всем, кто пришел к нам сюда на Михайловскую площадь Вы знаете, я хочу просто всем сказать огромное спасибо милые, родные люди, которые приходят сюда спасибо вам огромное за слова благодарности в наш адрес, в адрес программы «Жди меня» давайте поговорим с людьми, которые пришли сегодня на Михайловскую площадь Я ищу своего брата, король Геннадия Ивановича, 66-го года рождения он без вести пропал два года назад, в августе 99-го года в Москве вышел из дома и не вернулся невысокого роста, кареглазый, шатейн, спортивного телосложения очень обаятельный молодой человек если кто-то его видел, если кто-то знает, за любую информацию мы будем очень благодарны Гена, если ты меня видишь, может быть найди такую возможность, сообщите себе, мы очень тебя ждем Я Наумова, ищу брата мужа Наумова Анатолия Викторовича который служил в 1991 году в Марийской ССР бывшего союза и ушел в счастье и не вернулся может кто знает, где он по сегодняшний день мама очень просит ребят, которые с ними служили пусть скажут, где он, где его можно найти Толечка, приезжай, мы тебя очень-очень ждем особенно мама тебя ждет Разыскиваю свою жену, Оранж Зафамубиновна по паспорту вообще не звали Зоя Михайловна 1938 года в Киеве национальность волжская татарка родной язык русский, разговаривает пропала без вести 11 сентября 1997 года вышла с дома без никакой либо цели и до сих пор ее не найдут Креницкая Надежда Ивановна ищу дочь Креницкую Елену Ивановну 1978 года рождения маму вот этой моей внучки Катюши Лена уехала 28 июня 2000 года в город Москву на заработки и пропала последний раз звонила 9 сентября люди, милые, я прошу вас во имя спасителя нашего Иисуса Христа прошу, помогите, если кто-то видел мою дочь кто-то знает, где она или что с ней может где-то кто-то закрыл ее растет девочка, Лена разведенная девочка растет без отца и без матери с сироткой пожалуйста, у вас всех есть дети, наверное вы все родители помогите найти дочь добрый вечер, ка вы выезжаете? я, Вдовиченко Алексей Алексеевич, пенсионер ищу фронтового друга волового Дмитрия, с которым не виделись 50 с лишним лет мы прошли с ним всю войну от Москвы до Восточной Пруссии оттуда наш полк перебросили на Дальний Восток мы с ними еще попутно побыли в Нижнеудинске и расстались с ним в Ворошилов-Уссурийске в 1946 году он кадровый офицер вероятно, или остался в кадрах или же, если демобилизовался то при любом случае Дима, мы уже расстались мы молодыми лейтенантами а теперь уже мы пенсионеры очень хочется, чтобы мы с тобой в наклоне лет встретились и обговорили прошедшие годы войны я Дорошенко девичья моя фамилия Зиброва Нина Васильевна ищу своих подруг юности с которыми училась в Казахстане город Алма-Ата в специальном ремесленном училище номер 23 Швейников группа номер 2 производственный мастер следнего Лидия Ивановна выпуск июль 1955 год милые девочки Валечка Железная Валечка Воробьева Шура Кулешева Света Алушкина Ибрагима Вафая Цыганкова Зина отзовитесь я надеюсь, что вы живете в городе Алма-Ате Ну что ж, пора прощаться Вы знаете, вполне возможно в самое ближайшее время мы поменяем место нашей дислокации место нашей встречи но мы обязательно сообщим вам об этом заранее А пока до свидания до следующего понедельника в следующий понедельник здесь же на Михайловской площади наши телефоны 937-9992 Ну а вот теперь я вас хочу познакомить с Терадором Александровичем Мы постепенно, постепенно но добрались до вашей истории Добрый вечер Здравствуйте Давайте расскажем вашу историю Значит, до войны я жил в Новороссийске и живу и сейчас в Новороссийске в 42-м году ну во время войны знаете, что было с Новороссийском Новороссийск пострадал не меньше, чем Сталинград в Новороссийске год, ровно год стоял фронт вот дошли, заняли город немцы дошли до окраины и дальше они не прошли ни шагу вот год так и стоял фронт можете себе представить, что в городе было какое месиво было мясорубка ну в этом мясорубке убивает мою маму у меня на глазах мне 12 лет кроме меня еще две сестренки 10 лет и 5 лет я стою самым старшим ни кроц, никого, никого сам я, значит, делаю что-то подобие гроба маме сдираюсь, там на стадионе были ящики вот это там, балкон был сдираю доски соорудил ящик такой крышку, конечно, я уже сообразить не мог да и нечего было сам вырыл яму сантиметров 60-70 похоронил ну, остались трое сирот ну, сразу там какое-то время мы там как-то перебивались потом нас разобрали, значит, младшую сестренку взяла одна женщина а меня из среднего взяли другая женщина ну, та-то взяла с добрыми намерениями так она удочерила ее впоследствии младшую, да? да, она долго скрывала скрывалась потом все-таки ее нашли но она а это взяла с тем, чтобы просто значит, подживиться пока, значит, у нас там что-то было менять на кукурузу, на пшеницу она нас держала а потом, значит, когда все это кончилось заявила в комментуру немецкую что, вот, дескать, таксироты у меня их нечем кормить заберите ну, немцы забирают сначала, значит, через какое-то время сначала сестренку забрали хотя я просил, чтобы брали то есть не то, чтобы брали а вместе нас не разлучали, чтобы или брали вместе или оставляли вместе нет, только до 10 лет берем детей не знаю, почему так взяли забрали, значит через месяца-полтора забирают у меня ну, держали какое-то время там, породия, что-то маленького лагеречка такого в хатке 3-4 проволока какая-то такая, цеплена там были дети, да? да, там, ну, сирот собирали такой, то есть, по краю ну, а потом, когда, значит, вот это уже на назревала вот эта малоземельская эпопея все слышали, да? да, да когда десантом этот был вот видим, в скором в скором порядке, значит, этот госпиталь эвакуировали и нас тоже, значит, стали ну, привезли нас в Крым джанкой поместили какую-то школу и по городу объявили, значит, вот дескат сирот кто хочет ну, потому что не знаю, по какой причине но стали нас раздавать жителям ну, вот пришли меня забрали семья значит молодая семья он бакинский тюрк бывший советский этот офицер попал в плен весь израненный страшно израненный он действительно был израненный у него только на голове было 19 ран руки кисти не было вот так у него полбедра не было израненный страшно но у немца он был в полиции полицаем какое-то время потом бросил решил заняться коммерцией и вот ему нужен был, значит, так сказать он там добывал всякое там пуговички, зажигалки, сигареты там все такое мелочь а ему уже кто-то был чтобы торговал все такое ну, он меня проверил что я здесь считать продать могу посадил на этот лоток а сам бегал там добывал приносил вот столько-столько продавать я продавал а потом начали бомбить сильно тюнкой он выехал в деревню ну, в деревне чем заниматься за счет чего жить попробовал правда отсюда опциями торговать у него не получилось самогон варить решил не самогон варить надо чем-то топить а Крым же там леса нет там курай люди заготавливают там летом курай и этим кураем топят а ему-то никто не запас а там где-то далеко яблоневый сад колхозный был вот он мне отдает зазубренный топор вот иди отруби сруби дерево значит там и принес притаскивай сюда ну сами понимаете где-то километр это было такие яблони толстые такой топор да и я так ну там что-то на веток нарублю притащу мало почему долго бить начал кормить не стал совсем выгоняют зимой на улицу я в курай забьюсь это такая вроде как солома такая ну скирды такие назвать что ли ну такое значит вот меня там просто мучить убежал я от него убежал значит скитался скитался все-таки опять значит немцы там же тоже опять значит они страшно не любили цыган евреев и воришек беспризорных вот этих они все нещадно вылавливали кого уничтожали кого увозили ну вот опять собрали партию значит сироты беспризорников и опять значит погнали этапом дальше ну значит погружат на Севастополь на какое-то там судно везут в Констанцию в Констанцию выгружают и поездом везут опять значит нас там в Теплушках куда везут неизвестно вроде бы не в Германию в Румынию ну так шлух такой ходил что якобы какой-то там венгерский генерал якобы там везет себя рабов там или как как назвать там крепостных бог его знает ну конечно такая перспектива меня не радовала значит уже проехали в Ухареш я сумел убежать и там у них убежал и скитался там ну тоже значит уже другая зима тоже 43 на 44 зима и вот меня уже обессиленный истощенный полуживой стояла воинская часть румынская ну вот я там значит наколачивался около той кухни значит там выпрошу что-то покушать они мне заставят там котлы помыть там дрова порубить чтоб дескать недаром тебе заработать ну вот мыло это делал потом меня присмотрел значит дом сержант Байку такое вызвал там склад у него был какой-то Петру Байку вот он у меня собственно говоря спас взял там прятал от командования там кормил в городе Лугоше там расположение было и вот значит туда они их направили что-то они там на какой-то стоянке были и расформировали полк и проспустили по домам и он меня везет домой к себе ну жена его конечно там когда там как-то наперед сообщили что везет это куда домой ну в деревню Реметья Паганич деревня это уже там где-то границы в самом конце Румынии где-то там уже Югославия Венгрия рядом где-то были вот вот ну ну стал я таким взяли в семью люди замечательные жил они просто как ну как член семьи ну жил до тех пор пока не пришли наши можно сказать хорошо жил замечательно ну жил как как и все они сами жили ну пока наших не было я нормально потом наши когда пришли стал страшно скучать по дому заберусь куда-то в стол наревусь Петер увидит а у меня взял Пуштюля это по-румунски что-то сорванец оголец Пуштюля говорит что-то 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 по-румунски вы уже говорили он немножко говорил по-русски а вы а я уже по-румунски да не ну точно да уже это к концу было да уже говорил хорошо по-румунски наши даже когда пришли я первая как-то часы буквально язык заплетался по-русски уже не мог но это буквально 2-3 дня и наладил все пошло а первое такое румынские слова выскакивают а не русские вот ну и значит раз он меня значит так заметил значит вытащил из этого скерды второй раз ну а мне значит я не могу мне стыдно ему сказать что дескать мол вроде ну то что сколько волканий кроме все в лес смотрят неблагодарный вроде то что мне может стыдно сказать что да не могу сказать вот много раз он так значит говорит пусть не стесняйся если хочешь домой скажи честно я вижу ты скучаешь по дому ты хочешь домой и тут я сдался говорю да хочу домой повез и повез меня в город лугар комендатуру нашу советскую привез рассказал так и так ну и шло и довольны Сначала в Кишинев, там фильтрацию проделали, там держали тоже в лагере. Ну, потом, значит, миссарабы остались, а нас непосредственно русских мальчишек повезли дальше. Ну, по дороге отселись, тут и в Ростове, уже в Краснодарность привезли шесть человек только. Ну, я, значит, после уже нашелся отец, нашла сестра, 10-10 летняя. На Украине долго не могли найти, нашли, а младшую не могли найти очень долго. И только, я уже кончил вечернюю, так после семи лет принимали вот такие, ну, в техникуме. Я кончил, три года учился в вечерней школе, к семятку кончил, поступил в мореходку в Одесскую. Ну, собрал, что я был за границей, меня приняли, хотя и конкурс был большой. Ну, а потом разоблачили, уже на втором курсе разоблачили, значит, и сказали, что за границу тебя не пустим. Вот, вообще, если бы мы знали, вообще тебя не приняли. Ну, вот, скрыл, вроде то, что, ну, учись, ладно уже, но только ты будешь здесь в бухте. Ну, а я вот бросил, значит, в мореходку. Теодорец, значит, вот теперь вы ищете семью ваших спасителей. Да, так вот. Вот эту румынскую семью, да? Да, да. Я искал все годы, ну, не все годы, но долгое время, после того, как я приехал домой, я искал. Года три, наверное, четыре искал. Ну, все бесполезно. Понимаю. Вообще ответов не было, или гоняли по кругу, ну, и пришлось, конечно, бросить. А вот уже в последние годы, вот, значит, появились вот это, вы слышали, наверное, сейчас там немцы платят там этим узникам, которые у них работали. Ну, и так, вроде я тоже подпадаю под эту категорию. И она, значит, стала хлопотать об этих льготах для малолетних узников. Стал писать вообще в архивы, нигде ничего нету, никаких следов. Ну, дошел до ФСБ. Из ФСБ присылают мне справку, что да, был там в Румынии, был занят на сельхозработах, что прошел фильтрацию, что никаких за ним, дескать, грехов нет, все такое прочее. И тут же еще вторая бумажка, что вот в вашем деле имеются фотографии, вот. Я как открыл этот самый конверт, увидел эти фотографии Петру Байку. Вот. То есть, мне стало ясно, что не только я его искал, и он меня искал. Но все вот это оседало в КГБ, в ФСБ. Вы хорошо их помните? Ну, их помню. Петру Байку, конечно, помню. Но дело в том, что... И деревню, где были... И деревню помню, хорошо. Хорошо помню? Ну, конечно, конечно. Если только за эти 50 лет там ничего не изменилось, то, конечно, помню. Я не знаю, изменилось или нет, но вы посмотрите на экран. Привет, Торик. Я очень рад, что ты прислал нам письмо с фотографиями. Мне было 15 лет, когда ты приехал в Реметя. Ты был очень тихий и серьезный мальчик. Я когда увидел фотографию, сразу тебя узнал. Я Илья, сосед Виорики, дочери Петру. Я когда был маленький, хромал, а сейчас снова сломал ногу. Может, ты помнишь меня, Илью, твоего соседа. Вечерами мы сидели с Петру на улице, смотрели на небо и вспоминали тебя. И разговаривали. Уже 18 лет, как Петру умер. Он много хорошего рассказывал о твоей семье и братьях. Насколько я знаю, ты очень скучал по Петру. Он ведь спас тебя от смерти. Вот теперь с Виорикой тебя вспоминаем. Привет, Торик. Я с трудом вспоминаю, как ты у нас был. Ведь мне тогда было 4 или 5 лет. Помню, когда тебе пришлось уезжать, ты уткнулся в подушку и плакал. Помнишь меня? Я тетя Ливия. Я когда родила мальчика и пошла его крестить. Ты все говорил, мамочки, какой маленький. Как литровая бутылка. Или огурец. Мамочки, а можно я буду его нянчить? Он мне так нравится. А потом говоришь, тетя Ливия, он все время плачет. Что я с ним не делаю? Играю, ставлю его в ясли. Он тоже плачет. Что мне с ним делать? Больше не буду нянчиться. Торик, помнишь, как мы дрались на тику, когда пасли корову? Мы еще играли с тобой на холме, а ты нас учил стрелять. А потом показывал нам, как делать миномет и гранатомет. Мы бы приехали к тебе, но мы очень старые. А так жаль, что мы не можем встретиться еще хоть раз. Ну все. Узнали? Они меня не слышат, да? Нет, нет, это запись. Это запись. Кого-то узнал, кого-то нет. Но я думаю, что они увидят эту передачу и увидят вас. Конечно, узнать уже невозможно. Тарадор Александрович, это еще не все. Вы подождите. Вы помните дочь Петру? Виорику? Виорику. Ну, пятилетнюю, конечно. Помните, да? Да. Да. Ну, сейчас она уже, как вы понимаете, взрослая. Да, конечно. Да? Она никогда не выезжала из своей деревни. И вот специально, когда она узнала, что вы их разыскиваете, что вы их хотите видеть, они, во-первых, они, во-первых, с мужем сняли вот эту кассету, и, во-вторых, она первый раз выехала из своей деревни и приехала сюда для встречи с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогой мой! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогая Виорика Да? Да? Боназё? Это я помню. Боназёла. По-румынски сказал, я сказал, только помню. Боназёла, драго Виорика. Да. Добрый день, дорогая Виорика. Добрый день, дорогая Виорика. Проходите, посадите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЛИРИЧЕССИЯ А, дочка, да? Она по-русски говорит? Нет, да? Людика, как его называли в деревне? Торик. Торик? Торик. Да. Ну, Торик сильно изменился. Так мне говорил папа. Да. Он сильно изменился. Да. Я была очень маленькая. Мне было только 4-5 лет. Вот это очень маленькая. Это было очень давно. Жалко. Во-первых, большое вам спасибо за помощь. Замечательно вы сняли. Просто замечательно вы сняли эту пленку. Да. Так что спасибо и вам, и вашему мужу. Мы с вами. И мы тоже вас благодарим. Спасибо. Я думаю, что вам еще очень много нужно друг другу сказать. Как? Нет, есть переводчик. Есть. Так что спокойно поговорите. А мы так... Ну, а у нас на сегодня все. Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok